Вы знаете, ведь Азербайджан отличается от всех союзных республик бывшего Советского Союза тем, что когда Советский Союз распался, и все союзные республики объявили о своей независимости, хотят они или не хотят, вынуждены были объявить, хотя здесь, в Азербайджане, у народа настроение независимости было очень высокое. Но тогда Азербайджан находился в состоянии военного конфликта с Арменией уже с 1988 года. Кстати, это тоже фактор, не единственный, между прочим, который и привел к распаду Советского Союза. Но конфликт начался в связи с территориальными претензиями Армении к Азербайджану в 1988 году в начале. Ну, как могло быть, что в одном государстве, в Союзе Советских Республик, вдруг между двумя республиками начинается конфликт. Одна республика предъявляет территориальные претензии к другой республике, и союзные правительства не хочут решать этот вопрос. Или не хочет, или само провоцирует, но, во всяком случае, не могу сейчас сказать. И поэтому здесь уже шла война. В 1991 году, когда Азербайджан принял конституционный акт о независимости, это было в октябре 1991 года, здесь шла ожесточенная война, и часть территории Азербайджана была оккупирована армянскими вооружёнными формированиями. Поэтому исходная точка, понимаете, для всех республик была неодинаковой. Ну, допустим, тех же центрально-азиатских странах никаких конфликтов не было, ничего не было. Но и, значит, просто они были республикой Советского Союза, потом стали независимыми. Всё руководство осталось и так далее. Единственное, пришлось от коммунистической партии. А здесь шла война. Внутрополитическая обстановка была чрезвычайно тяжёлой. Правда, меня тогда здесь не было. То есть я в этом процессе не участвовал. Я в это время был в изгнании и жил в Нахачеване. Знаете по карте, что такое Нахачевань. Но и жил в очень таких сложных, тяжёлых условиях, потому что Нахачевань уже был в блокаде. Поэтому я в этот период, ну, сам, поскольку не руководил республикой, не могу полностью сказать. Но вместе с тем я был не на Луне, я видел, что происходит. Поэтому Азербайджан, конечно, народ, будучи чрезвычайно недовольным политикой советского руководства, первый по поводу конфликта между Арменией и Азербайджаном, имея в виду, что советское руководство могло предотвратить конфликт, но оно не сделало. Более того, оно оказалось больше на стороне Армении, чем Азербайджан. Второе, ямварские события, которые нанесли колоссальный моральный ущерб республике. Это, я повторяю, если взять историю Советского Союза, это первый случай, когда государством была совершена агрессия против своего народа. Второго случая я не помню. Поэтому у Азербайджана была очень сложная внутриполитическая обстановка. И этой внутриполитической обстановкой воспользовались некоторые люди, которые занимались преступлениями, которые растаскивали то, что есть. И вот здесь самая беда нашей республики оказалась в том, что появилось очень много сил, которые хотели овладеть властью. То есть происходила борьба за власть между различными силами, и каждая из этих группировок имела свои вооруженные отряды. Они были созданы якобы для защиты своих земель от армянской агрессии. А потом, когда люди увидели, что обстановка такая, что можно каждому взять власть, и вот тогда шла и такая внутренняя борьба. И поэтому это очень осложнило обстановку в Азербайджане. Но, тем не менее, при этой ситуации в Азербайджане, я считаю, что с чувством большого одобрения, ну, основная часть населения, конечно, приняло то, что Азербайджан приобрел независимость.